Резные табуреты, плавные завитки, четкие линии. Большая часть мебели в доме мастера Юрия Миловидова сделана самим хозяином. На шкафах и сиденьях стульев изображены не просто рисунки, а полноценные сюжеты. Юрий Николаевич признается, некоторые идеи приходят к нему во сне, а потом он уже их воплощает в жизнь. Обработке дерева Юрий Миловидов посвятил 44 года. До сих пор мастер с репетом вспоминает тот день, когда впервые взял в руки резак. Возился с велосипедом в Сарайке и нашел у отца такой маленький резачок со съемными лезвиями. Интересно же, надо каждое лезвие попробовать. Тут же полено взял и начал пробовать. Интересно. Но потом свои начал делать инструменты, покупать, делать. Так вот. И все, и завелся. И тут же моментально. По профессии Юрий Николаевич инженер-теплоэнергетик. Резьбу по дереву считает только хобби. Отдушенный после долгого тяжелого дня. Каждый вечер Юрий Миловидов садится за свое рабочее место, маленький столик и начинает работать с натуральным материалом. Превращать его в нужную и красивую вещь. По словам красавинца, мастеру обычно запоминается самая первая работа. Из дощечки вырезал морду тигра, морду тигра, такую оскаленную. И нижние клыки так и выставляются, и вешалка получилась. То есть, вот тут прихожей повесил, дочка и сын вешали, не могли дотянуться, и вешали. Из садика приходили, и на эти клыки вешали. А самой необычной и трудоемкой работы считает эту. Юрию Николаевичу предложили восстановить недостающие элементы на раме картины 19 века. Некоторые ее части были утрачены, а Юрий Миловидов смог воссоздать недостающие элементы в том же стиле. Главным критерием успешности работы считает материал, с которым предстоит работать. Вот это дерево, которое мне досталось. Никакие мастера с ним не работают, он очень твердый. В полтора раза тверже дуба. Так что приходится вырубать, даже не вырезать, а там детали уже, кстати, очень редкое и дорогое дерево. У Юрия Миловидова открылась персональная выставка работ «Деревянная скульптура». Устюжане могут познакомиться здесь с вазами, столиками, табуретами, полками и консолями, дизайн которых мастер разработал самостоятельно. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».